ну что вот доллар уже опять по но ниже 69 ушел вот я я думаю что скорее всего продолжит падать совсем недавно все бросились покупать доллар вот на западе там да все бросились скупать туалетную бумагу туалетной бумаги не было в магазинах у них у нас все бросились скупать гречку и доллары вот абсолютно не задумываясь ну кой черт и не это делать то есть тогда когда надо было доллары продавать все там добрая половина населения бросилась в обменники и начали скупать доллары я помню в торговом центре там продуктовый магазин и обменник касса банка и вот еду доллар там уже больше 70 там по 80 я иду а там очередь стоит в эту кассу за долларом и долларов не было трагедия вселенского масштаба потому что все скупили доллары вот я еще думал как так ну дураки что ли покупать доллары по 80 тогда когда их надо было продавать покупать их надо было в декабре я кстати говорил когда он было 62 63 его надо было покупать когда он больше 70 тем более больше 80 его надо продавать что собственно я и сделал вот но понятно это откуда идет то есть какой то есть опыт и до у людей предыдущий то то есть вот помнили что в предыдущий там кризис какой-то услышат слова кризис и вспоминают что было в предыдущий кризис там допустим более там старшее поколение помнит вот там в конце 80-х сахара не было и вот там в карусель заходишь и старики около сахара крутятся значит покупают но уже их немногочисленное так сказать количество было те кто помоложе помнишь что когда-то там не знаю гречки не было в какой-то кризис все кидаются гречку покупать а доллара кидаются покупать и при любом кризисе там невзирая просто бегут и скупают доллары но это видимо после кризиса 2098 года вот но и абсолютно не задумываются что ситуация абсолютно совершенно разная 98 году дефолт был дефолт это что такое-то когда государство не может расплатиться с долгами вот и наступает дефолт то есть ну как бы банкротство государства и естественно там все летит к черту и от 98 год это было то самое сейчас откуда дефолт е-мое сейчас у россии самое здорово ну одна там и самых там на первых местах находится самая здоровая экономика во всем мире потому что может на втором месте ну короче говоря долгов нет все ключевые предприятия работают в плюс вот чего тут дефолт это случится понятное дело что это такой момент паники вируса значит к вид все на панике все носятся как ненормальные все завтра там апокалипсис и так далее ну и нефть падает естественно потребление снижается нефть падает но рубль падает но уже не может падать бесконечно тем более уже на данный момент россию это нельзя сказать что это бензоколонка потому что там вроде около только трети до доходов это с нефти все остальное там и сельхоз продукция еще там что-то нефть уже это не с не основная не основная статья дохода потому с чего тут случится какому-то дефолту то есть понятное дело было что доллар скакнет но вот непонятно было насколько он скакнет вот до 80 до до 82 дошел и пошел падать вот все как ненормальные кинулись скупать эти доллара но у нас добрая половина населения это такие вообще армагеддонщики у них апокалипсис вон каждую минуту все завтра конец света и так далее все там жду доллар там 200 рублей за доллар а то и больше при этом абсолютно беспочвенно на чем это может основываться вот и доллар доллар дешевеет сегодня уже сколько 68 и 7 да он в конце дня биржевой курс и скорее всего будет дешеветь дальше возможно даже до 65 до спустится но это не точно вот и продавать его было надо на 80 рублях они покупать а и и и и и и